В Османской империи огромное количество местного населения было безграмотным, не умеющим читать и писать. Такие люди становились клиентами для частных писцов – мюншлик. Человек, освоивший письменность, получал своего рода предварительную профессию – он был мюншлик. По-нашему, человек с начальным образованием. Статус мюншлик позволял вести практически лицензированную деятельность. Эти люди имели право заниматься строительством, обучением, перепиской книг и рукописей, так как легко могли самообучаться, используя письменные пособия. Статус мюншлик первично был превосходным способом сделать головокружительную карьеру летописца. Это именно мюншлик первых двух столетий империи составляли колоссальные труды, записывая славные победы империи, красочно описывая даже настроения воевавших, уточняли детали о содержании пленных и об отношении к ним победителей. Записывали приближенные мюншлик и сведения о султанах, об их личных вкладах в развитие государства, описывали их этапы жизни. Придворные летописцы мюншлик, по некоторым данным, были даже в эпоху турецких сельджуков. Но далеко не все мюншлик могли сделать карьеру. Как и во все времена и во всех государствах, в Османской империи царило кумовство, процветала коррупция, унижала и преследовала алчность и зависть. Попасть в придворный мюншлик было просто невозможно тому, кто не имел родителей, особо значимых для империи. Сын обычного купца мог рассчитывать только на работу частного переписчика и писца по заказу личные дела. Тогда как сын военачальника или духовного лица со статусом на придворную должность. Об одной необычной категории мюншлик я расскажу далее. В торговые дни и в особые часы перед молитвами. На площадях и перед мечетями городов империи можно было увидеть необычных людей. Они сидели, разложив перед собой подобие столика, на котором стояла чернильница и лежали стопки бумаги. Это были писцы на заказ, неудачно завершившие карьеру мюншлик. Улица была их рабочим пространством, обычные люди – основным источником дохода. Преобладающее безграмотное население империи очень зависело от писцов. Даже отправить письмо в соседний город со знакомым было непросто. Сначала нужно было это письмо написать, этим и промышляли писцы на улицах. Надо бы сказать, у писцов была своя фиксированная такса. Короткое письмо – пара акче, длинное письмо – еще несколько акче. Письмо для окази или для чиновника, когда адресаты значимые люди, уже намного дороже. Письма записывались со слов клиента, подписывались самим писцом и вручались в руки клиента. Ни о каких конвертах тогда речи не шло. Письма просто сворачивали и запечатывали с изнаночной стороны. Да, и надо бы уточнить, что получатели писем, тоже преимущественно безграмотные, искали уже на своей стороне писца Мюншлик для прочтения послания вслух. Из-за малограмотности населения и особенностей пересылки таких писем с рук на руки. Порой происходили курьезные случаи. Одному такое письмо могло стоить семейного счастья, другому даже жизни. Например, человек отправлял письмо в далекий город, указывая доставщику условный адрес, так как все адреса тогда были и сами условными относительно городов и сел. Письмо могло попасть совершенно не по адресу. И если некто писал, что у него все в порядке, отправляя письмо жене, то по ошибке получившая такое письмо вдова могла попросту засадить шутника в зиндан, тюрьму. Здесь надо было уточнить, что в письмах обращались к женам и мужьям чисто номинально. Муж и жена. Другой вариант, когда в письме содержались прямые указания распродать все и немедленно выезжать к близкому, к мужу, к брату. Представляете ужас семейства, приехавшего за сотни километров в другой город, распродавшего все имущество и не найдя своего родственника. Напомню, в письме не прописывались имена. Курьезы, конечно, случались в самых редких случаях, но они были. Может показаться, что все описанное могло происходить лишь в далекие времена, сотни лет назад, но нет. Поверьте, профессия уличного писца была востребованной даже в начале прошлого века, ибо даже под закат империи грамотность для граждан Осматского государства была не всем доступной роскошью. Таким вот необычным был путь образованности в Османской империи.